Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции уроков Следующая кардиология, боль в сердце И так традиционно мы скажем, как всегда в наших лекциях, что сердце лечит на 100% дыхание Если, уважаемый зритель, вас частенько тревожит сердце, то пожалуйста восстановите прежде всего дыхание Вот и все, это самое первое На втором месте стоит поджелудочная железа Почему у нас стоит поджелудочная железа? Потому что сначала нужно решать проблему на тонком уровне, а дыхание это тонкий уровень А потом уже физический уровень Мы знаем, что поджелудочная железа контролирует весь мышечный баланс Весь мышечный каркас человека И как ни парадокс, сердце у нас состоит из мышц В каком состоянии мышечный баланс человека? Многие не знают, а за это ведает поджелудочная железа Поэтому выясняйте, уважаемый зритель, в каком состоянии ваша поджелудочная железа А уж потом помогайте своему сердцу, чтобы не оказалось наоборот Что проблема в поджелудочной, а вы лечите сердце Вот это тоже нюанс, который многие, скажем так, не обращают внимания Уважаемые зрители, в нашей лекции мы говорим о болях сердца, которые несут прежде всего физический характер А не эмоциональный, стрессовый Либо еще какой-нибудь, скажем так, человек, который приобрел такую тоскую боль, которая зашла в сердце Тут уже акупунтура поможет Но все-таки человек должен в следующий раз не пускать эту энергию в себя Потому что эта энергия ранит сердце Также данную точку поединения джунгфу можно всегда применять при любых болях в сердце При любых от А до Я Но все-таки сначала нужно поджелудочную, скажем так, свою проверить, дыхание восстановить И выяснить, какая же у вас боль Сверлящая, ноющая, давящая, колющая, какая-то Вот тогда вам будет проще победить любую боль в сердце Нужно уметь определять, боль входит в сердце, либо выходит Может, нужно выйти от этой боли, а вы же не помочь просто Вспоминайте неконтактный массаж И вы сразу же поймете, как помочь своему сердцу И точка П1 джунгфу и состояние меридиана легких Пожалуйста, обратите внимание, как проходит данный меридиан Внутренний канал, что он контролирует? Он контролирует сердце Если данный меридиан воспален, то что? Воспаление может порождать любые боли в сердце Либо меридиан слабый, вялый Также своей слабостью и вялостью может порождаться любые боли в сердце Потому что диагностика 12 меридианов нам помощь Почему? Потому что мы уже знаем традиционно, что 9 основных меридианов в акупунктуре Из 12 контролируют сердце И данная точка П1 джунгфу вам в помощь При слабости данного меридиана и при воспаленности При слабости данную точку тонизирует, при воспаленности расслабляет Если вы не знаете, как работать с данной точкой Не знаете, в каком состоянии ваши меридианы То правую точку нужно тонизировать, а левую расслаблять И потом это делать периодически, наоборот В следствии чего вы не навредите своему организму Спасибо за внимание Продолжение следует...